27 марта в эфир вышел выпуск программы «Специальный корреспондент» с Аркадием Мамонтовым в роли ведущего. В этот раз выпуск посвящен пирамиде МММ-2011. На момент выхода передачи в эфир МММ существовало уже больше года, а вовсе не возродилось, как утверждает Мамонтов. В самой передаче допущено невообразимое количество лживых утверждений и подтасовок, причем большую часть времени Мамонтов потратил на то, чтобы затыкать приглашенным участникам рты, а не на то, чтобы задавать вопросы. И это не говоря о том, что вопросы совершенно однобокие, в стиле «Вам не стыдно?» и «Как в глаза людям смотреть будете?». Некоторые моменты передачи мы рассмотрим подробно, чтобы показать, из чего на самом деле состоит аналитика на телевидении и в чем заключается работа журналистов. О нет, вовсе не в том, чтобы сообщать людям информацию. На минувшей неделе снова взошла звезда Сергея Мавроди. Его снова арестовывают, о нем снова говорит пресса. Лучшей рекламы для пирамиды МММ-2011 не придумаешь. Этот человек 18 лет назад потряс всех своей задумкой, обогатиться не работая. Еще не прошло и минуты с начала передачи, как Аркадий Мамонтов уже начал лгать. Во-первых, с какой целью создавал пирамиду МММ в 1994 году сам Мавроди, известно только самому Мавроди. Во-вторых, никакого богатства МММ самому Мавроди не принесла. У него ничего нет. Если бы что-то было, отобрали бы по решению суда. Но мы понимаем, что для аналитической передачи выдавать ложь за истину – единственный способ оставаться в эфире на телевидении. Это человек, погубивший тысячи жизней. Вы никому не ставили в наших больницах диагноз – смерть от деятельности товарища Мавроди и вклад в МММ. Андрей Караулов, как и полагается настоящему журналисту, не упустил возможности выставить себя идиотом. Во-первых, медицинские диагнозы всегда связаны с деятельностью организма и его органов. Во-вторых, нет никакой возможности увязать смерть человека с каким-либо социальным или экономическим явлением. В-третьих, Караулов немедленно вешает тысячи жертв на всех участников МММ – прошлых и будущих. А это, по сути, обвинение в убийстве. Если бы Караулову пришлось отвечать за свои слова, он бы замолчал навсегда и только по своей воле. Для тех, кто только что попал на сайт Сергея Мавроди, мы видим калькулятор прибыли, калькулятор счастья. Если у нас, например, есть 10 тысяч, по 50% в месяц, через год мы станем миллионерами. Очень просто. Попробуем стать миллионерами с помощью МММ-2011. Нажимаем вкладку «Хочу вступить. Регистрация». Якобы сделана попытка пройти регистрацию в МММ, однако, как будет сказано дальше, такой попытки не было. И хотя журналистское расследование обычно включает в себя участие в гуще событий, В данном случае журналисты ВГТРК обошлись сидением у компьютера, которым, по всей видимости, не очень-то умеют пользоваться, поскольку регистрация в МММ не требует сверхусилий. Типичный прием в работе горе журналистов – рассказывать о явлении, ничего о нем не узнав, ни в чем не разобравшись. Настоящий журналист в любом явлении разбирается досконально. Если снимается фильм о диггерах, лазают по подвалам и коллекторам. Если о паркуре – посещают тренировки, изучают элементы, пробуют сами. Если об армии – сидят в окопах на полигоне. Невозможно снять репортаж об МММ, не поговорив с простыми участниками. А именно этого сделано и не было. Пирамида Мавроди разделена на десятников, сотников, тысячников, темников. И все это называется тьма. По образу и подобию монгольской орды Батыя, которая в 13 веке разорила Русь. А как быть с президентской кадровой тысячей? Ведь Дмитрий Анатольевич – тысячник. В Нижнем Новгороде пришел нас вербовать десятник. Человека здесь берут и проглатывают целиком. Ему обещают золотые горы и безбедную жизнь. Разумеется, Аркадия Мамонтова в Нижнем Новгороде никто не вербовал. Ведь сам Мамонтов живет и работает в Москве. Так что очевидно, что десятника пригласили сами журналисты, а не он к ним навязывался. А вот в Свердловской области министр инвестиций Михаил Максимов взял и запретил рекламу МММ в своем регионе. Спокойно наблюдать, как количество обманутых растет. Говорить о том, что надо заниматься финансовой грамотой, надо внедрять какие-то курсы в школе, когда мы можем просто взять и запретить это. И сказать о том, что извини, парень, ты деньги украл в свое время, отсидел за это, второй раз тебе не будет позволено в нашей стране воровать. Финансовая грамотность со школьной скамьи. И в чем же она заключается? В том, чтобы дети учились высчитывать проценты по кредитам. Ведь задачами на тему кредитов пестрят школьные учебники. Что касается воровства, которое запрещено, то в устах чиновника, недавно уволенного, это звучит не заботой о народе, а циничной издевкой. А в конце предложил нашему корреспонденту вступить в секту МММ. Ну, 100 рублей, ну, разъедите 100 рублями, или там 50 рублей. Просто посмотрите, как все работает, и потом примите решение, надо вам это или нет. Вот и все. Хорошо. Ну, ладно. Так что, ну, ладно, совет. Вступайте, и все будет хорошо. Пожалуйста, все право. Спасибо. Спасибо. Все, до свидания. Корреспондент отказалась и осталась при деньгах. Речь идет о сумме в 100 рублей. Это 3 доллара. Чашка кофе. Мамонтов хочет сказать, что сэкономил редакции ВГТРК 100 рублей. Может, ожидает премию за экономию бюджета. Пожалуйста. Да. Вы в доле или нет? Какой доле? Ну, в 90-м году. И это журналист на аналитической передаче спрашивает у депутата Государственной Думы. Можно было всю беседу строить по понятиям, не путая рамсы и фильтруя базар. А очевидно, что он сам себе создал судьбу, несчастную судьбу. И сейчас он не знает, куда свою грешную душу прислонить. Ну что, его жалеть, что ли, нужно? Что это делать? Странно такое слышать от экономиста. Хотя, почему странно? Ведь экономист – это последний человек, который хоть что-то понимает в экономике. А вот в грешных душах экономист разбирается круче любого пастора. А я миллионник... Ну, сколько у вас денег? Структуры. Сколько у вас денег? Вот где сказывается халатность при подготовке к передаче. Если бы Аркадий Мамонтов проявил усердие, то знал бы, что миллионник и любой другой ранг в МММ – чистая формальность. Деньги у миллионника не свои, а участников системы. Поэтому некорректно спрашивать, сколько у него денег. Правильнее спросить, сколько денег у него как десятника находится на счету десятки. Кто у нас пострадавший здесь? Есть? Вот эта женщина, она уже постоянно на всех... Давайте интригу сохраним. Одну секунду. Смотрите. Вы сядьте, сядьте, сядьте. Эта женщина... Да. Судя по всему, вы оказались первым в пирамиде, а эта женщина оказалась последней. Во всей студии всего один пострадавший, причем не от МММ-2011, а от МММ-94 года. К слову сказать, и ни одного участника МММ-2011 не пригласили. Типичная массовка из равнодушных людей, которые хлопают в ладоши по сигналу загорающейся лампочки. Впрочем, нужно делать скидку на монтаж, в процессе которого могли вырезать часы записанного материала. Значит, ее муж, он действительно погиб от инфаркта. А мог погибнуть в автокатастрофе. Вообще, люди смертны и умирают по-разному, но все. Здоровье каждого человека – его личное дело. Слабое сердце, страсть к участию в пирамидах – это личное дело. Привязывать смерть от инфаркта к деятельности Мавроди или любого другого человека можно только от безысходности, когда нет иных аргументов. В данном случае, женщина публично расписалась в своей неуемной алчности, признавшись, что все деньги с мужем они вбухали в пирамиду. А виноват в ее жадности оказывается Мавроди. Мавроди – это циничный преступник, которого бы я назвала почти что убийцей. Как ни странно, с точки зрения закона преступником его назвать не получается. Иначе бы назвали – со статьями, сроками. Циничный – безусловно. Лично мои любимые циники – Бернард Шоу и Артур Шопенгауэр. Цинизм – это умение видеть жизнь, как она есть. Редчайшее умение. Вы хотели, чтобы вас не было вообще на этой земле. А генерал-майор МВД заявляющее «Мы хотим, чтобы вас вообще не было на этой земле» – образец гуманизма и добродетели? Это разве не агрессия? В Англии! Мавроди не смог открыть отделение МММ. Британцы – умные люди. Не правда. Правда. Вы видели на митинге в Кетеринбурге британский флаг? Правда. Там были наши люди, и они там… Это был митинг в Кетеринбурге, а не в Лондоне. Поэтому не надо. Не надо. Не надо. МММ-2011 есть и в Англии, и в Ирландии. Это факт. Масштабы – другое дело. Это воровство. С самого начала. Сразу ребята недоговаривают одну простую вещь. Я разговаривал с этими десятниками-сотниками. Они с баликой зарплаты приходят к Мавроди воровать деньги. У них внутри расписано, сколько кто получает. 35% сразу уходит на счет Мавроди. Парни это все знают. И рано или поздно это скроется. Нужно понимать, что с каждых 100 рублей, которые поступают через этих парней, 35 рублей сразу забирают жулик. Рано или поздно это не выяснится. Ибо если бы с каждой сотней рублей 35 шли лично в карман Мавроди, об этом уже было бы известно. Шило в мешке не утаишь. Слишком много десятников, чтобы никто из них не проговорился. И тем не менее рассказывает об этом почему-то Максимов, ссылаясь на каких-то десятников. Странное дело. Ему они рассказали про 35 рублей, а больше никому. Если вам зарплату платить не будут, что вы делать-то будете на телевидении? Работать буду все равно на телевидении. Аркадий Мамонтов сказал, что будет работать на телевидении даже забесплатно. Самое время отменить ему зарплату. Он уже сэкономил 100 рублей бюджета телекомпании, так что перспективы открываются великолепные. Но я не сомневаюсь в том, что он немедленно перейдет работать в другую телекомпанию за зарплату. Я вот сижу, стою перед ним, задаю ему вопрос. Он сидит, этот молодой человек, уже в таком возрасте, два молодых человека, уже в таком возрасте, они циники. Я его спрашиваю, а он отвечает мне как. Потоками он управляет. Почему циники? Они живут в Таиланде и управляют потоками внутри МММ. Ни слова, ни правды. Вам, молодые люди, я задаю последний вопрос. Скажите мне, пожалуйста, вам не жалко тех людей, которые вступят, если вступят в пирамиду последними и останутся на бабах? Вам их жалко или нет? Вы что будете делать с этим? Последних не будет, к сожалению. Витя, Витя. Нет, во-первых, последних не будет просто. Вы неправильно понимаете, что такое МММ. Вообще это не пирамида, это матрица. Это раз. Во-вторых, хочу обратиться к ведущему. Все ясно, действительно, до свидания. Андрей, пожалуйста, все, спасибо. Стоило только Мамонтову услышать не то, что он хотел, как парней тут же выключили из эфира. МММ – это действительно в большей степени матрица, нежели пирамида. Это следует из ее структуры. Но Мамонтов, как истинный диктатор, не приемлет ничего, что расходится с его мнением. Действительно кровью отвечаем мы, журналисты, за каждое свое слово, потому что под двумя статьями всю жизнь ходим. Вот я 20 лет на телевидении, как и Аркаши. У нас статья клевета, честь и достоинство. Очень приятно у разных людей выигрывать суды, но я о другом. Врет Караулов. Журналисты вообще врут больше, чем любой другой человек. Они даже не могут изложить факты, даже не пытаются их собрать, а ограничиваются выдумками и ложью. Кто из журналистов кровью ответил, назвав все экипажи всех лайнеров компании Коста алкоголиками и наркоманами? Так и тут. И сегодня он нарушает по меньшей мере четыре закона. Потому что, во-первых, запрещены игры через интернет. Во-вторых, на все эти игры нужно тоже разрешение. И в-третьих, не платятся налоги. С тех, кто есть. Таким образом, хотя она говорит о том, что статью мы найдем, статья уже должно есть. Оказывается, статья уже есть. Что же по этому поводу скажут правоохранительные органы? Почему не можем посадить организаторов в пирамид? Почему они здесь чувствуют себя как заповедники? Вот можете ответить на мой вопрос? Я думаю, что три составляющие. Это наличие коррупции в стране. Так. Это отсутствие политической воли и желания выполнить то законодательство, которое есть. И отсутствие реального законодательства, которое позволяло бы конфисковать имущество. По закону о мошенничестве мы не имеем права конфисковать. Привлечь соучастников, в том числе за незаконную рекламу. Мы в 2003 году отменили уголовную ответственность за ложную рекламу и так далее. А правоохранительные органы, оказывается, такую статью не знают. Украинские хакеры взломали почту, мавроди, и выяснили, что Сергей Пантелеевич не так прост, как хотел казаться. Вот эти секунды передачи – триумф журналистики. Взлом почты, то есть вторжение в частную жизнь, вдруг перестало быть уголовным деянием и стало источником информации. Придумана информация топорно. Покупать литовский паспорт неразумно, дорого и сложно. Румынский паспорт, например, купить проще и дешевле. А какая разница, литовский или румынский, если все равно это паспорт страны, входящий в ЕС? 100 тысяч вкладчиков – это безмерно радостное известие для тех, кого предостерегают от вступления в МММ. Ведь если с вкладов всего 100 тысяч человек можно уехать жить в Таиланд, то какие же перспективы тогда открываются в системе, в которой, как было сказано ранее, будет вся страна? Даже при заявленном росте количества участников в 70 раз в год, у пирамиды еще есть большой простор для роста. Подозреваю, что господин Голубов работает на МММ. И это легко проверить. Может любой пользователь сети интернет, мои слова. Зайдя на сайт Мавроди, посмотрите, сколько просмотров получается на его видео. Не больше 20-30 тысяч просмотров. Моя собака танцующая, и то собирает больше просмотров. Печально такое слышать от человека, который якобы пользуется интернетом. Количество просмотров роликов на ютубе определяется чем угодно, но не содержанием ролика. Убедитесь сами. Ролик с бегущей креветкой имеет свыше полутора миллионов просмотров. Хотя там совершенно не на что смотреть. Ролики с названиями «Жертва контакта» имеют сотни тысяч просмотров, даже если состоят из мата более чем полностью. Так что да, танцующая собака соберет большую зрительскую аудиторию, чем какое-то там видеообращение без паркура и трюков. На самом деле, чем примитивнее и тупее ролик, тем больше у него будет просмотров. Считайте это законом Мерфи. Бывшие участники МММ подтверждают мои слова и говорят, что там нет абсолютно этих вкладчиков. Вроде увеличивают сотни раз это все. Не больше ста тысяч сегодня там вкладчиков. Слушаем и запоминаем. Сто тысяч вкладчиков. Нет в системе никаких миллионов. Перевод денег за границу-то правда или нет? Есть документальное подтверждение. А вы скажете, правда или нет? Пожалуйста, скажите. Мавроди через компанию «Слоу Голднет» открыл две офшорных компании. Одну на Сейшельских островах, одну в Клостаике. Туда он перевел то, что я лично видел, 34 миллиона долларов вкладчиков. И тут же Мавроди переводит за границу 34 миллиона долларов. Ну, поскольку нам сказано, что в системе миллионов нет, надо полагать, что речь идет о Мавро. Очень любопытно, какой банк на Сейшелах принимает переводы в Мавро. Это же просто революция в мире финансов. Сегодняшняя пирамида в интернете – это ее начало. Поэтому сегодня она только формируется. И сегодня, слава тебе, Господи, что эта передача привлекла внимание тех людей, которые не попадутся в эти сети. Но завтра она обязательно рухнет, а вы обязательно сядете. Это дай Господь, чтобы мое мнение имело право на существование. Потому что каждое преступление должно быть наказано. Золотые слова. Каждое преступление должно быть наказано. Но генерал-майор сама сказала про коррупцию. Так что работа на этом поле – непочатый край. Резюмируя, можно сказать, что при подготовке передачи был взят курс на однобокое освещение ситуации. Выяснением деталей не занимались. Точки зрения, противоречащие основной, немедленно объявляются рекламой и агитацией. При этом ведущий вызывает к совести и клеймит позором тех, кто с ним не согласен, сам же заявляя о диктатуре в студии. С этим действительно трудно спорить. В студии царила диктатура.